Зададим еще несколько вопросов одному из спикеров этого сюжета. Виктор Николаевич Ягун, генерал-майор запаса СБУ, присоединяется к нашему эфиру. Ныне директор агентства по реформированию сектора безопасности. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вы на связи с нами? Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот теперь мы вас и слышим, и видим. Виктор Николаевич, ну мы правильно понимаем, просмотрев этот сюжет, что чем быстрее раскрываются подобные террористические акты, как их называют Российской Федерацией, тем выше вероятность того, что это расследование ведется, ну грубо говоря, с потолка. И вообще, по вашему опыту, подобные инциденты, связанные с подрывом, с убийством, как тяжело их расследовать? Сколько на это времени нужно? Ну вы знаете, у нас был опыт, особенно то, что после 2014 года, и такие преступления очень тяжело раскрываются. Вы можете вспомнить даже подрыв машины с журналистом Шереметы. И я до сих пор так и не... Ну насколько там все было запутано, и куча экспертиз, и видеокадры какие-то, и насколько это соответствует действительности, до сих пор еще непонятно. То есть кто причастен, не причастен. Это настолько сложные дела, что я даже просто не хочу это комментировать. Ну все и так понимают. А меня просто другое удивляет. Меня удивляет, насколько похожи вот эти вот два инцидента. Это подрыв машины Дугиной и вот этот подрыв татарского. И как быстро, как быстро, буквально там 2-3 дня, и сразу же вышли на украинского гражданина. Причем украинский гражданин, что там, что там успели, тот самолетом улетел, а там женщина была, по-моему, вообще на машине в Эстонию уехала. То есть как-то так все настолько по одной схеме сделано, что вызывает не только удивление, но и, по-моему, улыбку. То есть они как-то, наверное, уже и не очень стараются там что-то такое придумывать. Ну если населению они эти расследования под копирку действительно очень похожи с резюме по убийству Дугиной, а населению они эти расследования под копирку объявляют, то реальные они параллельно при этом ведут или нет, как вы считаете? Ну Кремль, тот же Путин, он же может задать вопрос, должен задать вопрос, что за этим стоит, что за этим стоит? Сами на себя? Какой смысл? Я всегда вспоминаю, в этой связи я всегда, я не хочу просто этого автора вспоминать, но оно всегда в голову приходит, понимаете? Главное расследование? Нет, я вспоминаю книгу про Фондорина, знаете, знаете, когда, этот фильм знаменитый, где все очень красиво было поставлено, и все понимали, что за террористической группой стоит охранка. Ну это классика, понимаете? То есть всегда легче чужими руками действовать, контролировать эту, не знаю, там какую-то группу молодых экстремистов, направлять их и делать чужими руками то, что им выгодно. А то, что им выгодно, я не хочу повторяться, вы все слышали. Очень удобно было, знаете, одним взрывом всех замазать и всех обвинить. А сами чистенькие со стороны стоят и смотрят, как эта девчонка там будет выкручиваться. Вот в развитии этой темы вы сказали, что одним взрывом, речь сейчас идет о татарском, предупредили многих, в частности, господина Пригожина. Вот и буквально прошло немного времени, и уже сегодня Пригожин выдает, ну давайте это назовем, манифестом относительно того, что следует прекращать войну, мол, как бы элиты российские в этом не заинтересованы. Элиты это так, в кавычках, конечно же. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, что это было вообще? Зачем этот финт Пригожину нужен был? Я думаю, что он очень активно начинает свою политическую карьеру. И либо от неопытности, но я не верю, что он неопытный человек, либо он очень самонадеянный, что он сможет выйти на какие-то там, не знаю, я про победу не говорю, но хотя бы в финал вот этого маршрута до победы. У них там осталось сколько времени, до марта следующего года, если я не ошибаюсь. И я что-то сомневаюсь, что кто-то там дойдет до... Возможно, возможно, в России решили сделать еще один такой ход. Если в прошлый раз для того, чтобы оттянуть какую-то там либеральную часть избирателей, они выставили Собчак, то сейчас для того, чтобы наоборот оттянуть каких-то более напоротных, грубо говоря, там ультрапатриотов и часть криминалитета, то они показали того человека, который сейчас более модный. Ну, во время войны. Вот, пожалуйста, вам Привожин. И Привожин сейчас начинает говорить то, что нравится людям. То есть, все, навоевались, давайте прекращать, толка этого никакого нету. Ну, то есть, он говорит то, что как бы там где-то на кухне говорят. И это ему разрешается. Вот и все. Я думаю, что, наверное, одна из технологий российской власти – вывести его на какие-то выборы. Но мне очень смешно будет смотреть, если он попадет в один бюджет из Путина. Это очень смешно будет смотреться. То есть, вариант того, что это, скажем так, с генералитетом Российской Федерации Привожина, давний, ну, как это сказать, конфликт, давайте это назовем, и то, что это была некая самодеятельность от Привожина, этот вариант даже рассматривать не нужно, по вашему мнению, верно? Нет, самодеятельность России – это очень такой сложный вопрос. Ну, прервать политическую карьеру Привожина недалеко, как в понедельник, обещает основатель фонда «ГУЛАГУ». Нет, Владимир Осечкин. Да, они обещают какое-то грандиозное расследование, и вот Осечкин уверен в том, что, ну, никто даже не подаст руки, это еще культурно выражаясь, Привожину после этого. Что могли на него накопать, и верите ли вы, что, ну, какие-то новые зверства Привожина, которые будут озвучены, как-то действительно могут повлиять на его будущее? Ну, то, что у него будущее прошлое очень темное, а будущее еще неее, это однозначно. И вот ему сейчас прорваться надо. То есть, реально человек, ну, вот, скорее всего, что действительно будет что-то очень интересное. Я не знаю, там какие-то сексуальные игры страшные там какие-то, или какое-то зверство с помощью лопаты, кувалды, топора, не знаю. Что-то можно будет придумать. Я не сомневаюсь, что против него там можно что-то накопать. Просто насколько российское общество готово на это реагировать, ну, не знаю, будем смотреть. Оно вообще больно, это общество. И есть вещи, на которые оно не реагирует, как нормальное, должно было быть нормальное общество. Поэтому посмотрим, просто посмотрим уровень их интеллекта и уровень болезни. Виктор Николаевич, кстати, вот о больном обществе. Вы обратили внимание о том, как сменилось, чем стали кормить сейчас это российское общество. Как сменилась риторика по поводу военных преступлений. Я имею в виду вот эти жуткие видео казней украинских воинов. Год назад, вспомните, после Буччи, какая была главная риторика. Это не мы, это постановочное видео украинской стороны. Сейчас официальное признание пропагандистами в прямых эфирах. И, в общем-то, народу открыто говорят, что да, это делаем мы, потому что имеем на это право. Почему произошла смена этой риторики сейчас? А потому что общество дает право на такие вещи. Они смотрят на реакцию, видят эту реакцию, видят, что обществу это нравится. Основная масса тех, которые комментируют и которые могут показать свои эмоции, они почему-то положительные. И они сейчас обговаривают о том, ох, как же мы мало это все делаем, надо больше показывать. И надо этой жестокостью довести все дело до конца и пускай и нас боятся. Потому что вот мы такие. И это нравится людям. Они же хотели, давайте повторим. Вот они повторяют. И причем очень так эффективно и, к сожалению, ну еще раз говорю, очень тяжело комментировать, когда имеешь дело с больным обществом. И как это общество лечить, и вообще оно лечится или нет, я не знаю. Очень тяжело сказать. Виктор Николаевич, не можем с вами не обсудить вот еще какую тему. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предрекает сейсмические изменения в России, которые будут играть важную роль для окончания войны в Украине. Процитирую господина Буданова. Итак, границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка. И сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась. Момент настал, по вашему мнению? Ну, очень хочется верить в это. Почему? Потому что есть часть общества и часть элит, которая понимает, что можно зарабатывать и можно нормально жить. Они же видели это буквально еще несколько лет назад. И когда им это все в одночасье просто прекратилось, обрубалось, понятно, что кому-то это не нравится. И есть очень большое желание, оставимся на желании, не будем в эфире ничего такое повторять. Очень большое желание что-то отгрызть, взять под контроль и сделать там такое маленькое свое царство. Ну, это же сейчас говорят про Пригожина, который хочет поставить своего губернатора и остаться под контролем, чтобы контролировать Санкт-Петербург и область. Там кто-то еще что-то хочет взять под себя. Активность Кадырова, который пытается договариваться с лидерами Кавказа и создать там, не знаю, какой-то Исламский Эмират и что-то такое. То есть каждый сейчас очень активно начинает прощупывать эту почту. Потому что, ну, хотят они или не хотят, но там дурных тоже нет власти. И они историю тоже помнят. И как это всем заканчивалось в 2017 году. И как это может закончиться сейчас. Они очень хорошо это понимают. Ну, прогнозы о развале России, они не на вы. Но вот в этом последнем интервью Буданова интересно, что он по-новому расставил акценты. Если ранее все говорили, что развал России будет неизбежен после ее поражения на территории Украины, то Буданов впервые сказал о том, что развал России произойдет раньше и еще и поможет Украине в победе над Российской Федерацией. Вот что интересно. Все дело в том, что кто-то из элит не хочет брать на себя ответственность. Потому что если они останутся в одном государстве, и на это государство возложат необходимость выплачивать, например, репарации, компенсации, то все будут выплачивать. А тут есть возможность спрыгнуть и сказать, вы знаете, это вот там, где-то в Москве, вот с москвичами разговариваете. Да, а мы вообще никакого отношения к этому не имеем, мы вообще были против. Видите, мы даже помогли вам в какой-то мере. То есть это очень удобно, вот до нашей победы, грубо говоря. Преступная реструктуризация долгов. Знаете, есть такая страна Румыния. Так вот, Румыния никогда не проигрывала войны. Она всегда вступала в войну на стороне тех, которые как бы должны были проиграть, но вовремя переходила на сторону победителей. Поэтому я думаю, что вот румынский опыт можно и в этом моменте принять. Будем ждать челобитных от Лукашенко. Возможно, он перенимет их опыт. Спасибо вам огромное. Виктор Ягун был гостем нашей программы. Спасибо огромное, Виктор Николаевич. Спасибо вам. До свидания.